всем привет ребята вы попали на мой канал питомца хому села и сегодня я расскажу вам как сделать клетку для хомяка если контейнер слишком низкий то есть в этот контейнер я поселю кое-какого хомяка но какого я вам пока не расскажу как видите бортики здесь слишком низкие и для такого хомячка как ну который в общем будет тут жить это маловато ведь это хомяк нормного вида и я хочу чтобы он мог хорошо закопаться и будет примерно такой слой опилок но без крышки хомячок очень быстро выпрыгнет и многие люди не знают как накрыть такой контейнер огорчаются и покупают маленькие клетки в зоомагазине этот хомячок этого этого размера контейнера для хомячка достаточно этот контейнер 45 на 30 конечно на камеру это не передается хотя контейнер очень большой чуть больше клетки моей джунгарской хомячихе кнопы ну как джунгарской гибридовой конечно многие люди вместе с такими контейнерами покупают крышку но в магазине крышки на такой вот контейнера увы не нашлось поэтому будем выкручиваться такими способами у каждого кто имел грызунов есть вот такой клеточный хлам ну или только я такая такого клеточного хлама у меня полно и давайте разберем первые две решеточки это для более богатеньких людей но в смысле тех кто имеет попугая обратите внимание на вот эти вот две решеточки это все от поддонов клеток птиц то есть это поддон моего как мои кореллы а это поддон от клетки переноски точнее вот знаете вот на клетках попугаев есть такие небольшие решетки и их можно снять аккуратненько при том попугайчиком такие решетки ветеринары ставить не рекомендуют разберем пока что первый вариант решетки вот такой вот большой если контейнер у вас достаточно большой то плоскогубцами можете даже не пользоваться но так как мой контейнер чуть поменьше чем эта клеточка точнее поддон от клеточки то можно обрезать плоскогубцами но увы для этого нужна помощь папы а если ваш папа круглосуточно на работе или он так сильно устал что не хочет вам помогать то разберем другой вариант с которым справиться даже маленькая пятилетняя девочка берем решеточку помельче вот такую она идеально входит в контейнер то есть она идеально сюда ставится конечно можно оставить и так но если у вас сирийский хомячок или хомячок хэмббелла это довольно крупные виды хомяков то лучше будет сделать проболочные крепления что буду делать я потому что у меня есть попугай который вечно везде лазит и шалит получается довольно красиво можно здесь поставить проволоку сделать в форме крепления здесь поставить проволоку сделать форме крепления и здесь тогда вы можете отгибать крепление доставать и загибать крепление. Вы скажете, это все конечно хорошо, но я же пришла делать клетку для хомяков, а попугая у меня нету. Хорошо, без вопросов, это мы откидываем. Наверняка вы смотрите это видео, потому что вы хотите улучшить условия своему хомячку и хотите переселить из малюсенькой клетки в огромный контейнер. Хорошо, для этого вы можете разобрать старую клетку, взять от нее верхушку или этажики. Первый вариант, он конечно же беспроигрышный, потому что это верхушка. Она крепится без особых усилий, то есть хомяк ее навряд ли поднимет, но только если бы этот контейнер был побольше, то я бы ее конечно же взяла, но мой контейнер маленький, поэтому нет, ну в смысле маленький, он просто очень узкий. Но если вам жалову старую клетку или вы собираетесь ее продать, как я делаю в большинствовых случаях, то это нам не нужно. Самый как мне плохой вариант, это сделать вот такие вот этажики. Это этажики моего голландского хомяка Персика, я их не использую, потому что Персик в них чуть не сломал лапу. Вот такой вот этажик у меня есть, с таким креплением, но только видите, он плохо крепится на такую клетку. Получается, да, вы видите как он крепится. И есть у меня второй этаж покрупнее, он крепится вот так. Но опять же, это очень неустойчивая конструкция, и в любой момент хомячок эту конструкцию поднимет и убежит. Поэтому я советую вам использовать все-таки, если вы владелец хомяка верхушку от клетки, а если вы владелец птички, то нижние поддончики. Ну а какой вариант буду использовать я? Подумайте и напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Ну а с вами была Яхамуси Лайв, ставьте лайки, подписывайтесь и, конечно же, всем пока-пока!